Личные вещи командира третьей пожарной части Алексея Сопина аккуратно сложены в шкафу. Открывая его, все еще чувствуется тот едкий запах дыма. Это воскресное дежурство стало для 29-летнего спасателя роковым. Прекрасный парень. Просто отличный русский парень. Прекрасная душа, хорошо воспитан. Сельская закалка в нем чувствуется, что парень из села. Тудорюбивый очень, отзывчивый. В любую минуту мог прийти на помощь людям. Так было и в тот, последний для Алексея выезд. Пожару, что случился в ночь с воскресенья на понедельник в строящемся доме на улице Германо, потом присвоят повышенный номер сложности. Вместе со служивцами из огня Алексей Сопин там спас двоих мужчин, наемных рабочих. Хорошо, что я не знаю, кто позвонил, не знаю. А так мы спали вообще-то. Меня вы когда вывели, дым внизу был. После этого звено во главе с Сопиным снова поспешит внутрь, чтобы проверить, не остались ли еще там люди. А уже через пару минут тяжелые бревна кровли с треском рухнут. После из трех спасателей, которые вошли в дом, живыми вернулись только двое. А он вот именно служил. Помогал людям, как бы был трудолюбивый. Никогда не боялся идти вперед. Профессионал своего дела, с большой буквы. Человек. Алексею Сопину в апреле исполнилось бы 30. 30 исполнится в этом году и с момента последней трагедии. В 84-м, когда родился Алексей, из жизни ушли двое спасателей этой же части – Камоска и Лапшин. Они погибли при тушении пожара в здании Дворца пионеров. Сопин же за недолгие 9 лет службы поощрялся руководством не раз. Алексей недавно у нас был на сборах по повышению квалификации в Московской области, где проходил обучение две недели. За эти две недели он заработал такой авторитет, что от руководителя сборов, сколько, Александр Васильевич, три или четыре благодарственных письма пришло в адрес главного управления поощрению его отношения к службе, к учебному процессу. Для многих командир Сопин успел стать больше, чем товарищем по службе. Смелый, воспитанный, любящий спорт, свою работу и саму жизнь. Именно таким его запомнили близкие люди, которые пока так и не осмеливаются говорить о нем в прошедшем времени. Самое главное, чтобы все было красиво. Это его любимый высказывает.